Если одиннадцатиугольник имеет ось симметрии, то она проходит через одну из его вершин. Вот я уже начал рисовать одиннадцатиугольник, который обладает осью симметрии. Вот, например, так. Например, вот так. Вот так, так. Интересно, сколько точек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну и, например, десять, одиннадцать. Вот вам одиннадцатиугольник, обладающий осью симметрии. Это как стрела. Да, это у меня получилась стрела. Вовсе не обязательно стрела. Он мог быть выпуклым. Представьте себе, раз, два, три, четыре. Это уже сколько точек? Досемь. Так, вот это девять. На самом деле еще нужна пара точек. Ну, пожалуйста, сюда я поставлю. И могу симметрично отразить. Ну, ребята, мне не очень, наверное, красиво получается. Но смысл такой. Если точно нарисовать симметрично, то получится у нас с вами одиннадцатиугольник с осью симметрии. Но заметьте, я все время почему-то начинал рисование с точки, расположенной на оси симметрии. Вопрос, почему? Да? Их неравное, их нечетное количество точек. И если бы не было ни одной точки на оси... То у нас одиннадцать точек не удалось бы разбить на пар. Согласны? Потому что когда у меня есть точки здесь, то есть симметричные. Точки симметричные, точки симметричные. И, естественно, что одиннадцать невозможно разбить на пар. Отлично!